В этом году круглую дату отмечает один из самых известных и титулованных творческих коллективов Тамбовской области. Оркестр русских народных инструментов «Россияне», что приготовил творческий коллектив, как он развивался, как создавался, будем говорить сегодня в программе «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов «Россияне», заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Николаевич Храмов. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Добрый вечер. Юрий Николаевич, я можно начну даже не с истории ансамбля, потому что когда я готовилась и искала, что вы вообще говорили про коллектив, про музыку, мне попалось такое ваше любимое. Ну, по крайней мере, источники говорят, что это ваше любимое изречение. Лучше музыки может быть только музыка. Это правда? Для вас музыка всё? Ну, когда мы говорим о моём основном, ну, как я его понимаю, предназначении, так сказать, да, то это всё совершенно правильно. Только это лучше было бы смотреть, как оно написано. Лучше музыки может быть только музыка с большой буквы. Вот как, то есть, на слухах, да. В этом, наверное, есть. То есть, для вас есть музыка с маленькой буквы, есть музыка с большой буквы. А вот вы знаете, иногда поутру приходится по радио слышать вот такой призыв, а теперь давайте послушаем хорошую музычку. Вот это совсем не музыка с большой буквы, это вот так вот, какой-то булькающий фон. Вот это вот примерно то самое, что вы слышите, входя в любой магазин, не знаю, как вы, а мне хочется бежать побыстрее. Я представляю, какое испытание для музыканта ходить в магазин? Я не представляю, как бедные кассирши выдерживают это в течение многих часов подряд. Может быть, они не мучаются, не знаю. Юрий Николаевич, интересное замечание. Тогда давайте теперь перейдём к коллективу, которым вы руководите, потому что, я так понимаю, что задача для коллектива – это всё-таки делать музыку с большой буквы. И пусть это будет таким лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора. 30 лет назад, в апреле, да, отмечается эта дата, будет в этом году оркестр русских народных инструментов «Россияни». Я не случайно сказала, что коллектив, наверное, один из самых известных в Тамбовской области. Коллектив с богатой историей. И что здорово, вы можете рассказать о нём с самого начала, с самого основания, потому что и вы непосредственно связаны с коллективом, и оркестр – это дело ваших рук, это дело ваших усилий. Хотя я понимаю, что вам, наверное, сейчас захочется перечислить тех людей, которые на протяжении долгих лет стояли рядышком. 30 лет назад, когда возникла идея создания вот такого коллектива, кому она принадлежала, как всё начиналось, сложно ли было набирать команду? Потому что это был не очень простой период, когда культура была тоже не в самом сильном своём состоянии. И как всё начиналось? Знаете, если не будете возражать, то я начну немножко с предыстории. Это, кстати говоря, во-первых, это по факту будет совершенно правильно, а во-вторых, это облегчит вопрос, насколько это было сложно. Благодаря этому как раз было не слишком сложно. Лет за пять до официального появления на свет оркестра «Россияне» был в музыкальном училище такой вот, скажем, даже самодеятельный ансамбль старшекурсников, народников. Возник он как по моему желанию, так и по инициативе нескольких студентов, которые предложили мне возглавить коллектив, который хотел, наверное, больше реализоваться, чем просто в рамках училищного оркестра русских народных инструментов. Кажется логичным вообще стремлением музыканта. Ну да, оно меня искренне порадовало, тем более только что закончился очень трудный для меня период директорства. Да, вот так вот получилось. Я несколько лет был директором музыкального училища, тосковал, честно говоря, по творческой работе. То есть административное – это не ваше? Это не мое, да. Я убедился в этом окончательно. Да, мы создали коллектив, который репетировал, представьте себе, с 7 утра до первого звонка, когда ребята разбегались. Настоящий энтузиаст, было желание приходить. Совершенно верно. И эти ребята через пять лет с небольшим составили костяк будущего оркестра русских народных инструментов «Россияне». Это немножко отдельная история. Я знал о том, что в нескольких городах уже на основании этого, можем сказать, организовались где-то профессиональный хор, где-то профессиональный симфонический оркестр. А вот, скажем, в Белгороде – Оркестр русских народных инструментов. Руководил им мой коллега, мы с ним давно были знакомы, творчески сотрудничали. Я поехал в Белгород, побыл там несколько дней, посмотрел на репетиционный процесс, из кого, из какого количества людей. Коллегам удалось создать творческий коллектив. Ну, а самое главное – запасися всеми этими бумагами, инструкциями, приказами и так далее. Привез эту стопку бумаг. То есть административной работы все равно избежать не удалось? Не удалось, да. Привез эту стопку бумаг в Тамбов, пришел в очередной раз в нужные кабинеты. Благо, нашел людей, которые искренне захотели, видимо, мне помочь в этом вопросе. Ну, в частности, Константин Андреевич Строков был тогда в ранге заместительного начальника областного управления культуры. Управлением культуры заведовал, то есть руководил Лидовских. Вот эти двое товарищей помогли нам в организации коллектива, костяком которого оказался как раз вот тот самый ансамбль старшекурсников музыкального училища. Мы просто усилили его самыми лучшими музыкантами музыкального училища, не только студентами, но, главным образом, преподавателями. Преподавателями, студентами Тамбовского филиала Московского института культуры. Таким образом, настало где-то около 30 человек вместо 12 – 14. И мы поначалу располагались под крышей научно-методического центра областного управления культуры. Находились мы там, то есть работали в их помещении в течение с 1991 года по 1999. Потом нас перевели, уговорили войти в число коллективов областной филармонии. Ну, наверное, это было правильное решение, потому что нам удалось и повысить зарплаты несколько, потому что они были, честно говоря, такими достаточно символическими. Но мы были счастливы и этим, как-то занимаясь любимым делом, еще какие-то денежки получать. Ну, а при переходе... Видите, возможность выступать. Да, ну, разумеется, да. У нас вдруг появился транспорт. Нам удалось до денежной очередной реформы закупить весь состав инструментов, причем неплохих инструментов. Мы их тщательно отбирали, в Москву ездили, заполнили почти весь автобус. Кубань, как сейчас помню, привезли его чуть ли не доверху заполненным. И стоил это нам, вот любопытный такой факт, ну, почти столько же, сколько через несколько месяцев стоила бы одна единственная домра. Ну, то есть вот так посчастливилось. Да, время было непростое. Время было очень резко меняющимся. Ну, наверное, даже что-то свыше помогало вовремя все сделать. И свыше, и то, что, ну, наверное, все-таки вот это знаменитое, что не разрешено, то есть не запрещено, то разрешено, вот через это, видимо, нам удалось как-то переступить, вернее, благодаря этому и организоваться. Ну, это, вот, скажем, первый этап под крышей НМЦ. Потом был, на мой взгляд, ну, едва ли не самый плодотворный 10-12-13-летний период накопления селенок, репертуара, вот, укрепления кадрового состава. 30 лет – это достаточно серьезный срок, и любой коллектив – это как живой организм. Он будет развиваться, люди будут уходить, приходить. Как вам кажется, что держит все равно вместе на протяжении такого количества времени? Кто-то остался из тех, кто вместе с вами начинал? Да, да, я могу, ну, как-то внутренне, так сказать, порадоваться только тому, что текучки как таковой у нас практически нет. Ну, единственное, что сказывается, естественно, сказывается, то, что время, вы правы, довольно большое проходит. Те, кто в самом начале были в зрелом, весьма зрелом возрасте, просто, естественно, так сказать, уже в силу возраста не могут, очевидно, работать. Ну, разные обстоятельства мешают людям продолжать, но чтобы люди просто уходили от скуки, скажем так, или недовольные зарплаты. Юрий Николаевич, есть еще один момент работы с коллективом, есть то, что видят зрители, да, концертные программы. Ну, это уже такая верхняя часть айсберга, мы не видим подготовительной работы, репетиционного периода. И есть еще один период, он называется подбор репертуара. Когда вы вначале стали говорить о том, что для вас важна музыка с большой буквы, вот в первую очередь это, наверное, относится к тому, как тщательно вы будете выбирать, что будет исполняться вашими музыкантами. Как это происходит? Вы берете известных авторов, вы в том числе и какие-то произведения открываете. Это еще и, по сути, культурологическая работа. Совершенно верно. Ну, годы идут, и степень остроты, что ли, проблематичности вот этого участка работы, она меняется. К счастью, наверное, моя функция в этом плане облегчается. Но если поначалу у меня была скромная полочка на этажерке, которую я чуть ли не во время московского студенчества приобретал в магазинах, слава богу, печаталась литература для русских народных оркестров, чего сейчас нет. Но сейчас появилась масса других возможностей приобретать оркестровую литературу вплоть до интернета. Мне помогают, и я, в свою очередь, помогаю коллегам. В конце концов, за 30 лет накопилось огромное количество репертуара. Но я бы, говоря о репертуаре, говорил бы прежде всего о том, что он – это лицо творческой направленности коллектива. Тут все большую значимость приобретает проблема выбора, что играть, а что, может быть, не стоило бы играть. Другими словами, надо было перевести это в плоскость, что такое современный оркестр русских народных инструментов. Для многих сейчас покажется вообще странным словосочетание, потому что кажется, что это достаточно консервативный такой музыкальный организм, потому что и русские народные инструменты есть уже сложившиеся традиции, и репертуар в том числе. Что значит современный оркестр? Попробую объяснить это достаточно коротко. Если в понимании Василия Васильевича Андреева, родоначальника народно-оркестрового жанра, его детище было демократическим симфоническим оркестром, то есть имелось в виду то, что это по направленности, по цели существования такого коллектива, то есть организма музыкального действительно, это должно поднимать музыкальную культуру масс. Предназначением русского народного оркестра в его понимании было вернуть русскому народу его гениальную песню в классической, то есть в академической грамотной подаче, обработке, наверное, говорить о том, что сейчас вот это самое актуальное, самое необходимое, самое целесообразное при всем желании нельзя. Хотя мы забываем русскую народную песню, она в понимании того же Василия Васильевича Андреева, я с этим абсолютно согласен, является коллективным созданием гений. Это я цитирую Андреева. Так что это актуально всегда, но, наверное, в меньшей степени, к сожалению, сегодня. Можно было бы говорить о том, что русский народный оркестр – это вот несколько ступенек на лестнице от простонародного какого-то, так сказать, мотива до вершин симфонического творчества. Наверное, это актуально и сегодня. Наверное, так сказать, бывая постоянно на концертах русского народного оркестра, можно благодаря этому приобщиться на будущее, расположиться к высотам. То есть неподготовленному зрителю лучше начинать не с симфонического оркестра с академическим репертуаром, а прийти на концерт оркестра народных инструментов. Согласитесь, немножко грустно осознавать, что это неизбежно приведет к тому, что когда-то они в лучшем случае скажут спасибо и уйдут на концерты симфонического оркестра. Этого не хотелось бы. Я абсолютно уверен, что можно оставаться постоянно и до самого конца и у нас, и все чаще ходить на концерты симфонического оркестра, потому что действительно мы очень многое, особенно сейчас, делаем, руководствуясь одними и теми же критериями. Если мы хотим, а мы хотим, естественно, я бы лицемерил, если бы говорил, что, так сказать, нравимся мы публике или нет, для меня безразлично. Нет, хочется нравиться. Любому музыканту хочется признать. Разумеется. Хочется, чтобы были аншлаги, хочется, чтобы нами интересовались, чтобы не приходилось зазывать, как-то там удивлять. Терпеть не могу этого слова, когда говорят, чем удивлять будете. Но это отдельный разговор. Да не хотим мы ничем удивлять. Мы этим живем, мы хотим этим щедро делиться с нашей публикой. Да, так вот, если хотим нравиться, мы, наверное, неизбежно все чаще играли бы популярные песни, так сказать, или предоставляли бы эту попсу, так сказать, да, но мы когда-то идем на это. Ну, не попсу откровенно, я этого, так сказать, стараюсь избегать. Мы же только что говорили с вами о музыке с большой буквы. Но можно было бы вот в этом русле, так сказать, и жить какое-то время, так сказать, может быть, и нравится очень многому количеству зрителей. Но не хочется этого. Ну и, наконец, можно представить себе, что современное русское народное музыкальное творчество – это чуть ли не то, что мы с вами, ну, скажем, на Покровской ярмарке слышим, видим там и так далее, и так далее. Я не думаю, что это русская народная песня, я не думаю, что это русское народное фольклорное творчество. Русский народный современный оркестр – это, скорее всего, ну, прежде всего, это я уже немножко специальную терминологию, так сказать, употреблю, но без этого не обойтись. Это, ну, прежде всего, национально окрашенное интонирование. Знаете, вот есть, была, да и есть, по-моему, телевизионная передача популярная, сколько нот, со скольких нот вы выясните, что это вот в данном случае корнями уходящая в русское народное музыкальное творчество, мелодия, допустим, да? Вот желательно, чтобы это можно было бы с пяти-семи, там, максимум нот, так сказать, абсолютно точно определить, да, это наше. У нас приближается, даже не приближается, он у вас уже вовсю идет, тот самый юбилейный сезон. Вы не любите слово удивлять, тем не менее, вот такая вот дата, она обязывает, да, больше внимания и со стороны прессы, и со стороны зрителей. Что готовите для зрителей, для слушателей, для тех, кто будет приходить, вас слушать? Ну, мы, в самом деле, весь этот концертный сезон, который мы традиционно считаем от осени до лета следующего года, мы посвящаем этой дате. Вот, и поэтому вот очередной, вот далеко за примером, чтобы не ходить, вчерашний наш концерт, традиционный день Домры в Тамбове, мы тоже провели под этим, скажем так, лозунгом, мы хотели показать ретроспективно, скажем так, с чего мы начинали на рубеже 80-90-х годов, что игралось тогда, к чему мы пришли сейчас. В частности, вчера была мировая премьера одного из последних сочинений крупнейшего отечественного композитора Ефрема Подгайца, концерт «Фантазия» для Домры с оркестром «Декабрь». Интереснейшее сочинение. То есть, вот мы начинали вчерашний концерт с вальса, написанного в стиле Андреевского вальса, закончили во втором отделении, мы играли вот эту сложнейшую, но очень интересную, актуальную, содержательную музыку. Следующей программой у нас будет Есенинская программа. Тоже хотим вспомнить то, что у нас было лет, наверное, 15 назад заслуженной артисткой России, мастером художественного слова Зои Ивановной Загуменовой. Композиция музыкально-литературная, посвященная творчеству Есенина. И апрельская программа. Милости прошу наших зрителей, может быть, тогда трудности, то есть строгости с заполняемостью зала не то, что отменится совсем, хотя хорошо бы было, но по крайней мере уменьшится. Как юбилей так обязывает? Может быть, удастся без ограничений заполнять зал. В апрельской программе мы хотим показать, прежде всего, лучшее, что накопилось у нас за весь этот период времени. Но официально сезон к этому времени не закончится. Осенью мы покажем, опять же, ретроспективу русской народной песни, которая накопилась у нас за три десятилетия. А последняя программа, наверное, ноябрьская, либо начало декабря. Абонементная программа, я имею в виду. Это будет оригинальный жанр, то есть то, что написано для оркестра русских народных инструментов, и что мы самое-самое интересное успели сыграть за три десятка лет. Это основные планы на юбилейный сезон. Юрий Николаевич, остался один вопрос, и времени у нас остается не так много. Прошлый год он очень многое изменил в нашей жизни, в том числе и в работе творческих коллективов, музыкальных коллективов. Я понимаю, что музыкант без концерта это действительно очень сложный период. С другой стороны, появляется больше возможностей готовиться, репетировать. Появилась такая, не знаю, насколько новая, не берусь опять же судить форма для вас как променад концерта, это концерты на улице. Тем не менее, вот эти вот новые формы, которые так или иначе появились в связи с сложившимися условиями, будут ли они как-то дальше развиваться? Вот этот опыт, насколько он вам пригодится? Ну и, конечно, хочется спросить по ваше главное желание, потому что я знаю, что всем коллективам тамбов-концерта очень хочется вернуться в родной дом для того, чтобы иметь свою площадку, куда можно приходить без ограничений репетировать, без ограничений приглашать зрителей. Вы верите, что это будет? Мы опять верим. Мы опять верим. Я уже счет потерял, сколько раз назначались сроки, более или менее реальные, ну, как, по крайней мере, мы понимали, как нам об этом говорили, ну, раз пять-то, по крайней мере. Потом вдруг какое-то славное время нам сказали, все, сроков больше называть не будем, но потому что надо было понять, очевидно, что не все от нас зависит. Вот сейчас спасибо Сергею Васильевичу Рахманину его приближающийся, славный его юбилей, 150-летиеца дня рождения. Вроде бы к этому, к этой дате, то есть это вот 23-й год, ну, гарантированно мы должны будем вернуться. Что касается новой формы работы, связанных прежде всего с пандемией, ну, я при всем желании не могу, конечно, променать концерты, даже вот в силу сезонности их неизбежная. Ну, вот наши променады были, пока погода позволяла. Вот мы раза три выходили на ступеньки Пушкинской библиотеки, спасибо. Они нас тоже приютили, так сказать, дают возможности нашей администрации там размещаться и как-то функционировать полезно для нас в том числе. О том, что можно в режиме онлайн через мониторы, через экраны телевизоров что-то пытаться в нашем деле делать, ну, я в это совершенно не верю. Это не... С другой стороны, ну, хочется, конечно, ищем во всем какой-то позитив, и вы совершенно правы, вот то, что мы не столь ограничены жесткими рамками сроков при подготовке каждой очередной программы, даёт нам возможность тщательнее работать над собой, ну, как-то над своей формой. Вот я говорю с оркестром и вижу, что нахожу при этом понимание, если мы этот период максимально не используем для профессионального роста, какого-то, так сказать, ну, не будет нам прощения. Люди именно так и относятся к этому, и поэтому мы всё-таки, несмотря на все эти трудности, в профессиональном отношении прибавляем, я надеюсь. Юрий Николаевич, у меня последний вопрос. Мне хочется, чтобы мы закончили на какой-то более радостной ноте. Если бы вам предложили пожелать что-то вашему творческому коллективу вот как раз в кону своего юбилея, кровлой даты, что бы вы пожелали? Ну, я опять вернулся бы, наверное, к филармонии как таковой, но тут и желать не приходится. Юбилей-то слишком близко. Ну, хотя бы тогда, хотя бы не ограничивать, нас в реальные возможности для того, чтобы мы ну, хотя бы в прежних количествах давали, скажем, детские концерты. Вот то, что школы для нас реально сейчас, общеобразовательные школы, в которых ансамбль солистов Оркестр Россияни даёт своё основное количество концертов, ну, как-то подготавливая на будущее нашу слушательскую аудиторию для вечерних концертов. Мы же можем очень легко, оставаясь в этом же положении ещё, скажем, год, ну, просто упустить поколение. Вот если мы с этими классами перестанем работать, они о нашем существовании просто забудут. У нас не будет публики. То есть я к тому веду, чтобы всё-таки ограничения снимались бы потихоньку. Я понимаю, что об этом тоже мечтать, только можно, это от нас никоим образом не зависит. Может быть, мы смогли бы выезжать по области, хотя бы так, как мы делали раньше, напоминать о том, что у народа есть его музыкальный организм, его родной, так сказать, воспитанный, то есть, возвращенный теми же, скажем, корнями, что и наш народ в целом. Ну, то есть мы не потеряли бы эту связь. Вот об этом мечтается. Ну, я могу только пожелать, чтобы всё исполнилось, чтобы действительно зрители приходили на ваши концерты в вашем родном, красивом и уже новом здании, чтобы дети приходили на концерты обязательно, и, конечно, у львого коллектива была возможность выступать, приезжать, и чтобы вас могли слушать везде, по крайней мере, на территории Тамбовской области. Огромное спасибо вам за внимание. Ещё раз поздравляю вас с наступающим, пока еще юбилеем, творческих успехов. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин